Я занимаюсь продуктами в АИП, компания Апиматика. Для начала давайте проверим, все ли меня слышат. Если нет замечаний, просьба поставить плюсик в общий. Замечательно. Будем считать, что все меня слышат. В прошедшие дни мои коллеги провели несколько вебинаров на темы продуктов наших компаний. Это новинки в модельном ряду Ялинк, это система для видеоконференц-связи, продукты IP-видеокамер компании MailSite. Сегодня я еще раз остановлюсь на линейке наших продуктов, кратко расскажу о них. Ну и попытаюсь рассказать наши идеи, как это все должно работать вместе. Идеи решений All over SIP. Основным ядром телекоммуникационных решений, безусловно, является станция. Компания Апиматика является эксклюзивным дистрибьютором компании Ястар Information Technology, которая предлагает на рынок оборудование, в том числе гибридные IP-ATS Ястар, MyPBX, различные шлюзы, как FXS, так и FXO, различные шлюзы GSM серии, TG, ну и шлюзы для подключения цифровой телефонии ICDN-PRI. Как я уже сказал, станция Ястарой MyPBX является ядром телекоммуникационных решений. В качестве клиентского оборудования к станции можно подключить различные устройства, будь то IP-телефоны, аналоговые телефоны при активации дополнительных модулей, различные аппаратные факсы. Для выхода в город можно использовать линии от SIP-провайдера. В первую очередь можно подключить к станции различные городские АТС, в которых уже имеется выход посредством подключения FXO линий и цифровых потоков. Кроме того, к станции можно подключить различные GSM номера от мобильных провайдеров. И наша станция имеет большие возможности по интеграции с различными CRM-системами, 1С. И вот буквально на днях мы практически закончили интеграцию станции MyPBX с системой BITREX-24. Основными особенностями и преимуществами станции является, безусловно, его надежность. Производитель дает гарантию 3 года. Это из-за особенностей простота настройки, полностью русифицированный веб-интерфейс, различные возможности отладки. Ну и наши станции отвечают всем мировым трендам, имеют большой набор технических характеристик, используют возможность использовать всех современных кодеков. Ну и подробно по характеристикам мои коллеги рассказывали в предыдущих вебинарах, вы можете всегда их посмотреть. Хотел бы особенно подчеркнуть, что станции IP PBX, MyPBX, уже имеют у себя на борту большое количество часто используемых, часто запрашиваемых сервисов. Таких как AVR, конференции, группы, можно создавать очереди, возможности коллбека, возможности голосовой почты, возможности приемки, отправки смс посредством e-mail, возможность использовать мобильное устройство при подключении к станции. Хочу сказать, что все это уже включено в стандартную поставку станции, вам не нужно платить за никакие сертификаты дополнительные, все уже включено. Кроме того, станция уже имеет на себе большое количество сетевых возможностей. Как то защита доступа, возможность настраивать КОС, имеет встроенный фаервол, поддержку VLAN, ну и различные межсетевые экраны. Хочу особо подчеркнуть, что станция имеет модульное исполнение, в зависимости от ваших потребностей, вы можете дополнительно купить и установить дополнительные модули расширения для подключения FXO, FXS линий, потоков BRI. Кроме того, в станциях серии U300 и U500 уже имеют у себя встроенный интерфейс E1. Хочу отметить простоту установки модуля расширения. Вам не нужно прибегать к помощи дополнительных дорогостоящих специалистов, все достаточно просто, вскрыть коробку и установить модуль. Простота установки является характерной чертой наших станций. Коллеги, коллеги, предлагаю продолжить. Станции MyPBX имеют иерархию в зависимости от количества одновременных вызовов и возможности регистрации пользователей, начиная от небольшой станции MyPBX SOHO, ограниченное количество максимальных вызовов 15, заканчивая большими станциями серии U500, которые поддерживают до 80 одновременных линий и до 500 регистраций одновременных. Кроме того, на нашей станции MyPBX вы можете установить дополнительные модули, такие как MyPBX клиент, модуль управления отелем, модуль MyBill, либо панель телефонии 1С от наших партнеров компании Meco. Компания Iostar предлагает широкий ассентимент шлюзов, различных аналоговых шлюзов, шлюзов с поддержкой GSM и шлюзов с поддержкой цифровым портом ICDN-PRI. На данном слайде вы видите шлюзы серии NIAGATE TA, это наши новинки в том числе, извиняюсь, новинки шлюзы серии TA400 и 410 FXS, FXO, 8-портовые шлюзы, вот совсем недавно вышла новая модель TA810 с поддержкой FXO линий, ну и различные шлюзы различной емкости от 16 до 32 портов FXS. Про технические характеристики мои коллеги рассказали ранее, хочу лишь добавить, что мы идем в ногу со временем и поддерживаются все основные технические характеристики. Линейка шлюзов серии TG, это шлюзы GSM, поддерживают, ну, имеют линейку шлюзов в зависимости от наполнения, от количества GSM каналов. Ну, про технические характеристики также мои коллеги рассказывали, вы можете посмотреть это в предыдущих вебинарах. Ну, и также шлюзы представлены линейкой серии TE и TB, это цифровые шлюзы для подключения потоков E1, PERI. Кроме того, совсем скоро компания Ястар выводит на рынок новый продукт. Ястар Smart PBX, будет сразу называться N824. Станция имеет на себе уже 8 линий FXO, 24 линии FXS. Это будет также станция IP, будет поддерживаться протокол SIP для возможности использования услуг операторов связи по этому протоколу. В особенностях станции стоит отметить простую конфигурацию и простую установку. Также станция поможет плавному переходу с традиционной телефонии на телефонию IP. Ну, вот скоро мы ждем этот продукт, я думаю, появятся дополнительные анонсы. Ну, коллеги по Ястар, все, если есть вопросы дополнительные, готов на них ответить. Ну, коллеги по Ястар. Вопрос от Александра Акулича. Вы имеете в виду N824 станцию? Нет. 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 Если вопросов больше нет, Дмитрий Балашов, я думаю, ответил на вопрос Александра. Просьба поставить плюс в общем чате, и мы продолжим дальше. Нет. Так, отлично. Предлагаю продолжить. Теперь хотел пару слов сказать о компании Eolink, о линейке их продуктов. Компания Appimatic является дистрибьютором компании Eolink, продуктов компании. В 2014 году мы стали платиновым партнером компании Eolink. Линейка телефонов компании Eolink представлена линейкой офисных телефонов серии T2. Это мультимедийный IP-телефон VP530, беспроводной дектовый телефон, ультралегантные телефоны линейки T4 и новинка этого года – телефон для аудиоконференций CP860. Хочу отметить, что все телефоны компании Eolink обладают широкими возможностями, большим количеством технических характеристик. Телефоны поддерживают практически все современные стандарты, поддерживают основные телефонные кодеки, даже больше, чем основные практически все. Ну и подробно о технических характеристиках вы можете узнать из наших предыдущих вебинаров, либо можете посмотреть характеристики конкретного телефона на нашем сайте appimatico.ru. Что касается офисной линейки телефонов серии T2, в марте этого года вышло несколько новинок. Это телефоны SIP-T29G, телефон SIP-T27P и телефоны SIP-T23P и G. Хочу отметить, что телефоны T29 и T23 с литерой G имеют 2 гигабитных порта. Литер АП означает, что телефон поддерживает стандарт Power of Ethernet. Также хочу отметить, что линейка телефонов T2 содержит в себе как достаточно дешевые бюджетные модели SIP-T19 и SIP-T21 и заканчивая продвинутыми моделями, такие как 28P и 29G. Хотел пару слов сказать о флагмане этой линейки, телефон SIP-T29G. Телефон внял в себя все преимущества телефонов T28P и телефонов T38P. Телефон получил цветной графический LCD-экран размером 4,3 дюйма. Телефон можно зарегистрировать до 12 SIP-линий с независимой настройкой. Кнопки BLF, которые находились справа на телефонах T28, были принесены к экрану, добавилась двуцветная индикация. Вам теперь не придется делать пометки карандашом над каждой кнопкой. Эти пометки переместились на сам экран. О гигабитных портах я уже рассказал. Ну, в общем-то, основные характеристики можете видеть на этом слайде. Для телефонов линейки T2 можно использовать большое количество дополнительных аксессуаров. Это дополнительные модули расширения XP38 и XP39. К телефону можно подключить гарнитуру производства E-Link, EHS-32. И, кроме того, можете подключить модуль E-Link EHS-36 для подключения беспроводных гарнитур таких производителей, как Plantronics, Jabra, либо Sennheiser. В линейке телефонов в компании имеется мультимедийный видеотелефон Geolink WP530. Пару слов о нем. Телефон имеет большой тачскрин-экран. Телефон может собирать на себе трехстороннюю видеоконференцию. И отличная передача видеоизображения в формате Full HD при двухсторонней конференции. Кроме того, линейка представлена беспроводным DEC-телефоном, к которому можно подключить дополнительные репитеры, которые увеличат радиус действия телефонной трубки. И можно подключить дополнительные трубки, которые продаются отдельно от базового блока. Ультраэлегантная линейка T4 представлена несколькими телефонами. Вы можете видеть их на слайде. Флагманом является телефон SIP-T48G. О нем я расскажу чуть подробнее на следующем слайде. Кроме того, к телефону можно подключить дополнительные модули EXP-40 с кнопками BLF, которые подписываются на экране. Можно подключить дополнительный модуль BT-40 в USB-разъем телефонов. С помощью него можно подключить дополнительно беспроводные Bluetooth гарнитуры. Ну и к телефону подходит гарнитура E-Link UHS-32. Что касается телефона SIP-T48G, это, можно сказать, флагман нашей линейки телефонов. Имеет цветной дисплей 7-дюймовый, достаточно большой, с тачскрином. Можно зарегистрировать до 6 SIP-линий. Имеет большое количество программируемых кнопок до 29. Они располагаются справа и слева на экране. Также их можно вывести на весь экран. Телефон имеет 2 гигабитных порта Ethernet для подключения в офисах, где нужна большая производительность полосы интернета. Что касается новинки телефона для аудиоконференции CP-860, наверное, одна из самых долгожданных новинок производителя E-Link. Телефон может собирать на себе пятистороннюю аудиоконференцию. Имеет поддержку ПОЭ. Телефон уже из коробки без покупки дополнительных лицензий может записывать конференцию и аудиовызовы на USB-носитель. Кроме того, к телефону можно подключить два дополнительных модуля CPE-80, что увеличит радиус захвата звука в средних переговорках до пяти метров. Кроме того, телефон имеет функцию эхоподавления и удаления различных посторонних шумов. Как я уже говорил, к телефону можно подключить дополнительные микрофоны CPE-80, которые также обладают возможностью передачи и приема звука Optima HD. На дополнительном микрофоне имеется кнопка включения, отключения микрофона с двухцветной LED-индикацией. Ну, по телефонам, по линейке телефонов, наверное, все. Если у вас есть вопросы, готов на них ответить. Если вопросов нет, просьба поставить плюс в общий чат, и мы продолжим дальше. Продолжение следует... Да, будем считать, что вопросов нет. Предлагаю продолжить. Кроме того, компания Ялинк предлагает своим пользователям в пользование облачный сервер, сервер RPS, Redirection и Provisioning Service. Времени у нас не так много осталось. Более подробно о сервисе вы можете посмотреть в наших предыдущих вебинарах. Я, пожалуй, расскажу в двух словах, как это работает. При подключении телефона в сеть телефон посылает запрос на виртуальный сервер Ялинк RPS. В этом запросе содержится информация с MAC-адресом телефона. Оператор, в свою очередь, для этого MAC-адреса назначает ссылку на получение конфигурации, и таким образом телефон, идентифицируясь по MAC-адресу, получает всю конфигурацию. То есть мы получаем отличный plug-and-play, получаем новые возможности для строения бизнес-процессов. Ну и, опять же, подробнее либо по запросу, либо можете посмотреть в наших предыдущих вебинарах. Пару слов о линейке Ялинк видеоконференц-связи. Основной особенностью этого решения является цена все в одном. Уже из коробки вы получаете HD-передачу и прием HD-видео, получаете запись вашей конференции, возможность подключить второго дисплея для показа контента. Все это включено в базовую стоимость. Продукты VKS представлены на данный момент двумя видеоконференц-терминалами. Это VC-400, который имеет на своем борту кодек для сбора четырехсторонней видеоконференции. И VC-120. Собственно, в нем этого кодека нет, он стоит дешевле. VC-400 устанавливается в главной офис, а VC-120 можно установить в филиалы. На этом слайде пример использования VKS. Как я уже говорил, VC-400 ставим в главном офисе, в распределенных офисах ставим VC-120, получаем возможность сбора видеоконференции до четырех точек и возможность подключения еще одного аудиовызова. Из преимуществ системы VKS от E-Link хочется отметить передачу Full HD видео, HD-аудио, оптимизация ширины канала и простота в установке настройки. Это может занять при первом подключении не больше 15-20 минут. Пару слов про совместимость системы VKS от E-Link совместима с большинством программных аппаратных решений мировых производителей, таких как Polycom, Cisco, RedVision, LifeSize и большинство интеграций с большинством облачных систем VKS, и кроме того VC-400 и VC-120 имеют поддержку SIP. С помощью этого протокола проходит достаточно легко внедрение уже в существующие сети, там можно использовать с тем же Астериском с тем системами 3CX и различными другими. По VKS-у все. готов ответить на вопросы, если они появились. Опять же, по системе VKS мой коллега проводил два больших вебинара, вы можете их послушать, посмотреть на нашем сайте. если вопросов нет, просьба поставить плюс в чат и я продолжу дальше. хорошо, если вопросов нет, предлагаю продолжить. еще пару слов хотел сказать о компании MailSite, о продуктах. Опять же, были большие вебинары, мой коллега проводил. Компания Pimatic является эксклюзивным дистрибьютором компании MailSite, производителя IP-видеокамер с поддержкой SIP. Линейка продуктов представлена IP-камерами серии Mini, вы их можете видеть на этом слайде, это кубическая IP-камера, купольная IP-камера, цилиндрическая IP-камера с АК-подсветкой. Одной из наиболее популярных моделей из этой серии является кубическая Wi-Fi-камера, ее характеристики вы можете видеть на слайде. Она предлагается в различных исполнениях в зависимости от характеристик, от качества линзы, от качества камеры. Также в линейку продуктов входят камеры профессиональной серии, это цилиндрические IP-камеры, профессиональные купольные IP-камеры и боксовая IP-камера. Флагманом этой линейки является цилиндрическая влагозащищенная IP-камера с форифокальным объективом, она также предлагается в различных исполнениях, характеристики вы можете видеть на этом слайде. по камерам коротенько все. Опять же, был большой вебинар на эту тему. Если вопросов нет, перейдем к последней теме сегодняшнего вебинара. вебинар 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 Коллеги, небольшая просьба вам, если вопросов нет, просьба поставить плюс, чтобы мы имели какую-то обратную связь. Спасибо, Евгений Чагин. Есть вопрос какой-то? Готовы ответить? Хорошо. Тогда предлагаю продолжить. Собственно, компания Appimatic. Хотим предложить вам наши идеи, как все это оборудование совместить, как это все работает. Расскажу вам о некоторых бизнес-кейсах по нашим продуктам. Идея решений All over SIP. Наши продукты можно использовать в решениях для умного дома. Ядром решения является станция MyPBX, которая установлена в доме. Рассмотрим такой случай. У вас установлен IP-домофон с поддержкой SIP, и кто-то пришел и совершает вызов с этого домофона. В этом случае, как представлено на этом слайде, у вас нет необходимости бежать со второго этажа и смотреть на станциональное устройство домофона, кто к вам пришел. В нашем случае вы можете принять вызов как на мобильном устройстве, буквально не вставая с места, на каком-то мобильном планшете, либо на мультимедийном телефоне, который стоит у вас рядом в комнате. Кроме того, вы, опять же, не вставая с места, можете с мобильного устройства позвонить на видеокамеру, которая расположена по периметру. Можете получить с них изображение. IP-камера также может быть установлена, например, в комнате с ребенком. Вы, опять же, в любой момент можете позвонить на эту камеру и посмотреть, чем ваш ребенок занимается. Кроме того, технологии с использованием протокола SIP позволяют нам объединить два и три и множество офисов в одну сеть. Таким образом, установив станции MyPBX в различных офисах, они могут быть как в разных городах, так и в разных странах. Вы можете экономить на звонках внутри компании, это как минимум, использовать один короткий план нумерации. Кроме того, вы можете установить камеры MailSite в различных офисах и в любой момент иметь доступ к просмотру информации, чем занимаются ваши сотрудники в данный момент. Кроме того, если ваш офис располагается в разных городах, вы можете экономить на звонках, в том числе и по межгороду. Например, в нашем случае у нас есть офис в Украине, в этом офисе установлена станция MyPBX. Если мы хотим позвонить в Украину, то мы выходим в город через наш украинский филиал, таким образом экономя значительные средства на международных вызовах. Одним из кейсов для решения задач по доступу к удаленным пользователям, удаленным сотрудникам. Имея установленную станцию MyPBX у вас в офисе, удаленные сотрудники могут подключаться к ней телефонами, софтфонами, с мобильных устройств, абсолютно из любого места. Они могут работать из дома. Если вы используете таких сотрудников по роду деятельности, можно использовать в командировках. Таким образом, экономя на звонках и, опять же, из гостиницы, можно подключиться к видеоконференции, которая проводится, например, в центральном офисе. И ваши сотрудники всегда будут на связи. Кроме того, используя камеры MailSite, вы также можете подключиться к видеоконференции, позвонив на эту камеру. Одним из наиболее распространенных кейсов можно считать использование станций EASTAR для подключения дополнительных сип-линий от ваип-операторов в уже существующую коммуникационную сеть компании. То есть, если у вас стоит какая-то офисная аналоговая станция, вы можете к ней подключить, например, с помощью портов FXO на станции MyPBX, линии от сип-провайдеров. Таким образом, экономить на звонках, потому что зачастую телефония по ваип гораздо дешевле. Ну и таким образом вы можете внедрять, достаточно безболезненно начать внедрение в компанию IP-телефонии, установкой, например, у топ-менеджеров, у генерального директора телефонов Т48, либо мультимедийных телефонов, и в дальнейшем, опять же, достаточно безболезненно наращивать эти мощности и переходить от аналоговой АТС к IP-телефонии. Ну, кроме того, кроме подключения через FXO-порты, многие станции цифровые имеют возможность подключения через цифровой порт Е1. С этими задачами прекрасно справляется станция Ястар MyPBX с поддержкой порта Е1 с ICDN. Еще один достаточно распространенный и важный кейс – организация для контакт-центра. Кроме того, что мы подключаем потоки Е1 через наши шлюзы Neogate серии TE, получаем номера по ВАИП-телефонии с использованием протокола SIP, мы еще можем подключить линии GSM через шлюзы серии TG, и таким образом мы всегда будем на связи, всегда, даже если какое-то оборудование откажет, всегда существует резервный канал для связи, и ваши клиенты всегда смогут до вас дозвониться. Если в вашей компании имеется, например, большой запас аналоговых телефонов, у вас когда-то стояла аналоговая станция, вы можете подключить эти телефоны через наш FXS-шлюз различной емкости, в данном примере это A1600. Если вы используете IP-телефонию, у вас там установлено какое-то бесплатное приложение, бесплатный сервер, например, Asterisk, вы к этому серверу можете достаточно быстро подключить ваши аналоговые телефоны, которые впишутся в вашу коммуникационную сеть вашей компании. Посмотрим еще один пример. Например, вы снимали какое-то время офис в каком-то месте города. У вас там приходили городские линии, например, обычная медь, там, FXS-линии. И вы переезжаете с этого места, но телефон, который остается в этом офисе, номер телефона, вы используете, например, в рекламных целях, либо многие клиенты ваши знают, или это номер технической поддержки. То, чтобы не потерять этот номер, чтобы не потерять клиентов, можно установить в этом офисе FXS-шлюз серии TA для подключения в него линий и таким образом получать звонки в вашем новом офисе, в котором установлена станция MyPBX. То есть Neogate подключается к станции MyPBX по протоколу SIP, и вы получаете, вы не теряете эти звонки, эти важные звонки от ваших клиентов. Как я уже говорил, на станцию MyPBX можно дополнительно установить модули. Один из них – это модуль для отелей, для отелей малой и средней емкости. Этот модуль позволяет регистрировать время заезда, время отъезда гостя, модуль позволяет считать телефонные разговоры, модуль позволяет отслеживать услуги мини-бара, пользование мини-баром, модуль может выставлять счета по выезду клиента, ну и обладает еще достаточно большим функционалом, подробнее можете ознакомиться с документацией на нашем сайте, либо обратиться в нашу поддержку. Кроме того, если в отеле имеется большой фонд аналоговых телефонов, часто используются телефоны с функцией MVI, функцией индикации голосовых сообщений, вы можете их подключить через слюзы Neoget, серии TA, через FXS порты к вашей станции ЯСтар МайПБХ. Кроме того, как я уже говорил, при подключении дополнительного офиса, второго офиса, к станции МайПБХ, которые используются в главном офисе, вы можете пользоваться линиями, которые заведены во второй офис, таким образом экономить на звонках, вы опять же не потеряете ваш номер телефона, клиенты всегда смогут до вас дозвониться. Хотел пару слов сказать о схеме современного офиса, что из себя представляет телефонная коммуникация в офисе. Как видно на слайде, центром, ядром всей нашей коммуникации является станцией МайПБХ различных серий. Для выхода в город мы пользуемся как СИП-линиями от ВАИП-операторов, так и различными аналоговыми линиями, которые подключены к нам по обычной медиа порты FXO. Кроме того, в станцию можно установить дополнительные модули для связи по GSM с мобильными операторами. К станции подключаются IP-камеры, mail-сайт с поддержкой СИП, подключаются различные телефоны, как IP-телефоны, Я-линк, можно пользоваться МайПБХ-клиентом, также можете подключить аналоговые телефоны, и в офисе можно установить СИП-домофон, управляемый, в частности, мы этим активно пользуемся, и вот эта схема примерно очень похожа на схему, которую мы используем у себя в офисе. Множество наших клиентов уже имеют у себя установленную сеть IP-телефонии, уже имеют станции IP-АТС, пользуются телефонами какими-то, не какими-то телефонами Е-линк, в том числе мультимедийными, и в эту сеть достаточно легко внедряются новые продукты, которые представлены Е-линком в этом году, это система ВКС, устанавливается в переговорных, в переговорной комнате, подключается к станции МайПБХ, либо к другой АПИ-станции по протоколу СИП. Кроме того, в существующую инфраструктуру можно внедрить камеры благодаря поддержке протокола СИП. Камеры с легкостью внедряются в существующую сеть, ну и несколько примеров использования нескольких кейсов по видеокамерам. Хотел вам рассказать. Например, проводя видеоконференцию, вы всегда сможете позвонить на видеокамеру, как еще одному участнику видеоконференции, и смотреть, например, как проходит стройка, посмотреть этапы строительства. Кроме того, вы всегда можете позвонить на камеру, которая установлена либо в офисе, либо в другом помещении, и смотреть, чем занимаются ваши сотрудники в данный момент. Также камеры могут быть установлены в местах, вот в нашем примере это ювелирный магазин. Вы в любой момент можете позвонить на эту камеру, получить с нее видео, либо камера может позвонить вам по каким-то событиям, если пришел зломышленник ночью. Вы всегда можете в любой момент посмотреть количество посетителей в вашем ювелирном магазине. Опять же, что касается посетителей, вот в этом примере камера установлена в ресторане. Вы в любой момент можете увидеть количество посетителей, можете проследить за качеством их обслуживания, всего лишь позвоня с вашего мобильного устройства на номер установленной СИП-камеры. Как я уже говорил, установив камеру в рабочих кабинетах, вы всегда будете знать и сможете в любой момент посмотреть, чем занимаются ваши сотрудники, можете посмотреть, проводится ли конференция в данный момент, если камера установлена в конференц-комнате. Кроме того, установив камеру в медицинских учреждениях, можно получать консультации, позвоня на эту камеру, можно проводить различные мероприятия, возможно какие-то вебинары, как я уже говорил, проводить консультации на различные медицинские темы, отличный кейс для использования наших камер и систем ВКС. Еще один возможный кейс, например, у вас большое производство, проходит какое-то совещание в переговорной, вы в любой момент можете, позвонив на камеру, посмотреть, например, показания различных датчиков, которые установлены в вашем производственном помещении. На любые вопросы руководства вы всегда сможете ответить и подтвердить свои слова непосредственно картинкой с видеокамеры. Ну, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. СИП-камера перед обычной IP-камерой. вопрос от Олега Дурнева. Огромным преимуществом камеры с поддержкой протокола СИП является возможность позвонить на эту камеру с любого устройства, чтобы посмотреть изображение с обычной IP-камеры, вам приходится пользоваться доступом через, например, веб-интерфейс и заходить на нее. Кроме того, СИП-камера может по событию сделать звонок на указанный номер. Например, если в выделенной области появился человек ночью, эта камера тут же звонит вам на телефон в любое время, и вы можете оперативно отреагировать на такой знак тревоги. отреагировать отреагировать Продолжение следует... Продолжение следует... Мы обязательно с вами свяжемся, дадим максимально всю документацию. Продолжение следует... 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 Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы, предоставим кейсы, которые у нас уже были и которые мы видим. На этом... На этом... Я думаю, можно считать наш вебинар законченным. Всем спасибо за присутствие. Надеюсь, вам понравилось. Всем до свидания.